Дорогие друзья, я решил записать это видео, потому что посчитал это очень важно для моего YouTube канала. Сегодня я получил очень гневный комментарий по поводу того, что мои видео это пустая трата времени, на них ничего не видно, видно только моё плечо и очень плохо слышен звук. Хочу обратить внимание, что видео снимаются не в простом линейном формате, а снимаются в 360 градусов VR, виртуальной реальности. То есть во время просмотра вы можете обернуться назад и увидеть, что картинка там тоже движется. Но для этого необходимо иметь VR-очки или VR-шлем, у кого какая есть возможность что купить. А вот что по поводу формата аудио, то здесь довольно высокий формат, вот это 5.1-инч, это что-то выше, чем 3D-формат записи звука в VR. Так вот, если у вас нет VR-шлема или VR-очков, вы можете также смотреть эти видео на любом смартфоне, на любом стареньком смартфоне, это возможно. Но нужно иметь обновленную до последней версии программу YouTube. Что еще? После того, как я сам пересмотрел видео, на которое пришло гнев на комментарии, я заметил, что в видео в основном я молчу. Да, это правда так. Видео я снимаю после работы, особенно в те дни, когда я после дежурства, потому что у меня появляется свободные полчаса. Я могу уйти с работы чуть-чуть пораньше. Но и то это тоже не всегда получается. Обычно я убит после работы 32-часовым дежурством. И говорить как-то не хочется. А бывает не хочется говорить, потому что я в этих местах уже был не раз. И не раз кому-то про них рассказывал. Но буду исправлять эту ошибку. И сейчас вам расскажу про этот объект чуть-чуть побольше. Это кладбище римское. Римское. В свое время оно было родовым. То есть оно принадлежало определенной семье. К сожалению, записей никаких не сохранилось. Обычно записываются имена. Но здесь их нет. Состоит оно из маленькой площади. Для того, что осталось, конечно. Маленькой площади. И саркофагов. И трех погребальных камер. Рядом, напротив погребальных камер, находятся два колодца. В один из них получится опустить камеру. И мы посмотрим, что есть внутри. Но они забросаны мусором. Как существовало это кладбище? Оно было построено где-то во втором веке до нашей эры. И использовалось вплоть до второго века нашей эры. Поначалу это было родовое кладбище. Дальше здесь хранили военно-начальников. Это видно по стилистике саркофагов. Ну а потом с приходом в христианство это место набросили. Появились новые правила захоронения. Из интересного на саркофагах это орнаменты. Вот здесь запросто мог быть выбито имя. Но его нет. Просто узоры. Но это не говорит о том, что саркофаг не был использован. По назначению. Здесь немножко другой орнамент. Здесь более простой саркофаг без орнамента. Здесь тоже. Просто у него фигуристая крышка. Есть интересный саркофаг. С морским змеем. Правда он расколот. Что было сверху непонятно. Здесь видны листы, лозы, виноград. И этот змей. Я думаю, что это морское животное. Металлические вставки. Скорее всего это попытка отремонтировать. То, что это кладбище подвергалось ремонту. Видно, что что-то достраивалось. Что-то долепливалось. Почему все в таком состоянии. Потому что местные жители. После прихода христианства это место было заброшено. Ну и дальше тоже не использовалось. Они начали разбирать этот настрой материала. Этот саркофаг с другим узором. Ну, водного змея нет. Просто геометрический узор. Здесь рисунок, скорее всего. Да, на внутренней части. Что это не разберешь. Эта комната необычна тем, что здесь сохранились мозаичные полы. Ох, сколько мох. На полу есть остатки мозаики. Если это отмыть. Очень хорошо, что здесь лежит саркофаг. То, что это останется сохраненным. Не разрушенным. Если это отмыть, то может появиться какой-то рисунок. Стены в таком обшарпанном обожженном виде. Что по местным поверьям есть такое, что в пещерах живут джины. В пещерах живут змеи. Пещеру обязательно нужно сжечь, прежде чем ввести в ней варварские раскопки. Цель этих раскопок – найти что-нибудь, чтобы перепродать. Сейчас я покажу, что дверь здесь до сих пор функциональна. Только поставить не получается. Вот здесь хорошо. Каменная дверь. Два тысячелетней давности. А ходят очень хорошо. Это не находка. Это же стеная банка. Таких еще одни осталось. Домышко. Тут вы видите саркофаг. Крышку, которую вы сбросили в бок. Тот разбили. Их очень сложно открывать. Они тяжелые. Чтобы их поднять, крышки, нужно иметь как минимум два толстых металлических стержня. Ставить их под крышку, проделав некоторые отверстия. Но тем самым не сильно разрушив ни рисунок, ни сам саркофаг, ни содержимое. И приподнять. Не обязательно, что это поднять и снять. Это можно просто развернуть. Дать воздуху выйти. То, что есть шанс попасть на кадаверные газы. Получить отравление. А дальше уже считать, что вас наказали духи. Самая красивая комната. С резьбой. Причем она сквозная. Сейчас внутри будет видно. Дверь тоже выполнена очень красиво. И внутри очень много саркофагов. Входим. К сожалению, все в таком состоянии. Эта дверь не работает. Я пробовал ее раздвинуть. Вроде пошла. Сейчас попробуем еще раз. Все работает. В прошлый раз просто не хватило сил. Но, туже, чем остальные. Я видел отколую ту часть. Одна из дверей. Скорее всего, ее... Да. Она находится внизу. Чудомо двигается. Хорошо, что сам себя здесь не замер. Полы. Здесь тоже с шикарной мозаикой. Мозаику, которую ломали. По мере местных копателей, в центре гробницы должен находиться клад. Поэтому все так перекопано. Не знаю, правда ли они что-то нашли. И дал ли их прибор. Какой-то знак. Здесь видно прям куски мозаики, которые еще прикреплены цементом. Сделано все очень добротно. На некоторых саркофагах видно орнамент. Это типичный орнамент для военно-начальника. Венки. Здесь флора, лоза и другие листья разных деревьев. Остальное просто не получается разглядеть. Еще поверье. Но это на самом деле правда. И что касается подгребенных вещей в центре, такое бывает, но не под мозаикой. Что в бедных гробницах обязательно есть лаз или ход, который уводит в сторону богатые гробницы, а точнее захоронение господина. Бедные захоронения, это захоронение рабов или слуг этого человека. А сам он похоронен где-то рядом. Здесь видно, что здесь есть проход. Проход в соседнее провещение на самом деле. В соседнюю гробницу. Сейчас попробую просунуть руку. Вот. Видно, что там тоже стоит саркофаген. А это про то, что я говорил, что отверстие сквозное. Ремонт очень странный. Металлические штыри. Цемент. Скорее всего, это все современное. Попытка хоть как-то отреставрировать после вандальных раскопок. И третья камера. Это мои вещи в пакетах. Третья камера. Практически такая же, как и первая. Немного другой. Обделки камень. То, что мне показалось саркофагом, это была дверь. Но здесь все перекопано настолько сильно, что не видно и следов мозаики. Не знаю, была ли она здесь или нет. Здесь есть дохлое окошко. Разложившееся. Вот так больше. Ничего примечательного. Часы копателя. Убитые. Мне показалось, что вот это вот место тоже металлический штырь. Это было очень странно. Потому что штырей просто не могло быть. В то время. Особенно в таком месте. Просто нечего укреплять. Это пещера. Следов мозаики совсем не видно. Но полы здесь сильно перекопаны. Больше, чем в остальных комнатах. Я прерву это видео. И будет нужно на камеру прикрутить селфи-палку, чтобы опустить ее в колодец. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.